западный выход закрыт блокировка завершена всем привет с вами скидский головорец мы продолжаем проходить чужой против хищника в предыдущей серии у нас было эпичное сражение с королевой местным боссом той предыдущей локации завода вот мы похоже выбрались как раз таки из завода какие-то джунгли как же все таки удивительно здесь сменился климат то насчет там была какая-то пустыня западная джунгли а это еще что такое как слышно курсант я уж думала ты погиб я в кабине тайфуна не могу засечь твое местоположение заросли густые но мы тебя отыщем найди радиовышку и включи ее оставайся рядом с ней и мы найдем тебя да необычно начала эпизода кто ксеноморфы что ли они вроде как так не должны уметь делать ведь кислота же у них это кровь получается они привиться кровью о снайперская винтовка наверное о да еще какой-то странный такой прицел я вижу что выделяется листья интересно так управление дверями наверное да был прав единство что вижу то что вот всякие листья там ли она не выделяются по сравнению с другими объектами типа там деревьев камней может это специальный прицел для обнаружения ксеноморфов да они действительно тоже выделяются их провидно сквозь стены и похоже да они действительно пыльца кислота но я-то прирожденный снайпер так что я легко с ними справляюсь ага вон этот разрушенный завод я не вижу эти звуки больше ксеноморфов к примере на этих деревьях не вижу но это вы уже туда на шлифте ну ладно пойдем следить значит уже держит теперь сюда опять яйца ничего себе так еще почти все из них раскрыты лишь немногие нет 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 да он мне все здоровье снимает это как вообще можно так делать так запоминаем на следующую всю игру к лицехватом даже близко не подходить так они тоже выделяются так а вот и радио вышка так как есть сигнал вычисляем твое местонахождение говорит тайкун сигнал получим мы уже идем теперь будем пролетать на с тобой через пять четыре три О, а вот и корабль. Хорошо, но можете признавиться. А это же что? Понятно, значит, помощи не дождемся. На дороге тоже продолжать что-то взрываться. Наверное, это был тот вот, ну, наверное, это все же хищник там был. Я вон, эстиноморф, эстиноморф, но такой не способный, у них нет же однострельного оружия. Они только могут плеваться кислотой, как сейчас выяснилось. Так, а мне вообще куда? Мне вниз? А, в это здание. А, это те самые ворота, что были там закрыты. Ну, хорошо, теперь идем к ним. Как крокодил плыл. Вот, в предыдущих сериях мне не было так страшно, как сейчас. Хоть он тут был и один, но просто сама анимация, вот как он плыл, будто бы как, ну, вот как крокодил или аллигатор. Вот этот, значит, больше силы напугал. Был бы он еще зеленым, вот тогда бы вообще его не заметил. Да с каких пор? Ну, почему они научились плеваться кислотой именно сейчас? Я думал, они исчезли. Меня зовут Катя. Я работаю в Катер. Не сильно уж это и твое имя называют доверие. У меня все еще присутствуют предыдущие проблемы этой локации. Это кто боится, кто и чужой. Энергоячейка должна быть в одной из маленьких пристроенных. Или это сужу так, просто чисто фауна, как леточки. Ну да, фауна какая-то. Тут кто-то еще остался. А, это все еще ксеноморфы. Хорошо, но разберусь с идущими за мной ксеноморфами. Ну вот и все. Так, тут ничего нету. О, патроны. Ага, вот и эта энергоячейка, которую я вроде бы называл энергокоробкой. Отвести энергоячейку в главное здание. Я передала вам координаты. Ну хорошо. Я бы, конечно, не верил это и Кате. Но в данной ситуации выбора нет. Установка соединения. Подсоединилась. Спасибо. Это именно те данные, которые нужны. Вот оно. Двери открываются. Ну да, вижу. А где стрелок? Ладно, похоже, придется все же выходить на улицу. И дам его искать. Ну он же стрелять с этой крыши, почему это его... А, похоже, в невидимости бегает. Немедленно уходите, оттуда рядовой. А я вот выхожу, ухожу как раз таки. Я не знаю, что это за существо. Уходи. Вот это он выстрел, конечно. Не вступайте в бой. Уходите. Путь свободен. Будьте осторожны. Ну да, я знаю, что нужно уходить, но вдруг у меня как текстиноморф будет расследовать. Данные, которые вы помогли мне достать, касаются Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Ютани. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Пожалуйста, берегите себя. Я пока никого не вижу. Да и сканер никого не улавливает. А, мне показалось, что я вернулся уже опять на болото. Но я пока ни ксеноморфов, ни того хищника не вижу. Ни так, ни через прицел винтовки. Ага, один. Вот этот прицел очень полезный. Вот такой бы добавить, не знаю, может в Crysis. Хотя в Crysis есть инфракрасный режим костюма. А, на то есть ваншотит даже если не в голову стрелять? Ну туда классное ружье. Точнее винтовка. Ну да, я все же был прав. Ну ладно, все, пока что где-то хорошо. Что такое? Это живой? Мне что-то не нравится, что он так коротнул, когда я подошел. Это вообще кто это? А, это похоже эти дроиды. Ну или андроиды. Что такое восстание телефонов. Это же боевой андроид. Они же запрещены. Я узнаю Карла. Он не считается запретами. То есть мне теперь еще воевать с этими боевыми андроидами. Ну ладно, наверное воевать с кситомофами это было бы слишком уныло. Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Окей. Но видимо точно не в голову. Потому что даже потеряв голову они все равно атакуют. Может там нужно стрелиться в руки. Хотя, не, наверное все же в руки. Потому что если много где стрелить, они все равно будут жить. Правда еще почему же я не могу интригинаться. Чтобы наконтывал до того что я думаю. Эх, корни деревья еще мешают. Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Ну вот, я снес саму голову, а он все еще жив. От них еще и не убежать. Сложные противники. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Мы вот только в этом прицели еще нельзя как бы увеличивать прицеливание. это было бы слишком чесер на плитковке андроиды чуть пускать какой-то электро импульс сейсмическая активность так сюда тут больше ничего нет как быстро закончился и 500 ну ладно этом все сам был скидский головорез подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки пишите какие-то комментарии делитесь этим видео с вашими друзьями либо еще с кем-нибудь всем пока